Питер Диккинсон с нами на связи, редактор украинской службы Atlantic Council, издатель журналов бизнес Ukraine и Lviv Today. Питер, здравствуйте, рад вам, как всегда, в эфире Freedom. Добрый вечер. Питер, о Джоне Хилле, который буквально менее чем за 48 часов после своего назначения прибыл в Украину, напомню нашим зрителям еще раз, это новый министр обороны Великобритании. Давайте, наверное, самого главного, что значит вот такой, наверное, все-таки показательный визит главы оборонного ведомства Соединенного Королевства? Ну, естественно, это показатель, что новое британское правительство будет не меньше внимания поделить Украину, и, скорее всего, даже больше. Они за первые дни правительства так говорят, и они даже до этого долго, так сказали, Кирштам был у нас в Киев уже полтора года почти назад, приехал там в феврал 2023 года и сказал примерно так же, что мы будем в следующее правительство, и мы будем поддерживать Украину еще больше, чем тот, который сейчас существует. Поэтому мы уже вот последние пару дней после выборов там в четверг в Великобритании видим фактически так и так и самое, что они готовы показывать реальное действие, что они будут продолжаться такой же поддержкой для Украины. Ну, важно тут добавить, что, собственно, наверное, нет выбора у нового правительства, скажу так, потому что опросы, по данным BBC, показывают, что лишь 2% британцев поддерживают Россию в этой войне развязанной против Украины. Более 80% электората, почти 80% электората симпатизируют Украине. Среди консерваторов таких, собственно, даже больше, что может наталкивать на мысль, что политика внешняя, в том числе Великобритании, она меняться не будет. Но Кирст Армир и в целом представитель нового правительства говорят о вот этих новых инструментах взаимодействия с Украиной, взаимодействия, так можно сказать, и с Российской Федерацией. Давайте с последнего пункта начнем. По вашему мнению, какие-то могут быть новые инструменты этого, наверное, в кавычках взаимодействия, попытки влиять на официальную Москву и ее агрессивную войну против Украины? Ну, я думаю, в первую очередь это будут финансовые инструменты. Они будут более жестко действовать по плану, по мере замороженной русской деньги, которая лежит на Запад, и в том числе другая русская собственность, которая принадлежит Великобританию. Вот очень большие деньги инвестированы в британский рынок, разный, и в биржий рынок, и в недвижимость, и так далее, и так далее. То есть они могут влиять на Россию через финансовые точки зрения, достаточно жесткие. И это было достаточно сложно для предыдущих властей, потому что у них был очень тесный связь с Россией через финансовые, такие же финансовые инструменты. У них было не так удобно, у них было более, скажем так, близкие отношения к всех этих финансовых органам, чем сейчас партия труда, которая сейчас власть. Поэтому я думаю, что мы не говорим здесь по поводу военных инструментов, мы говорим здесь по поводу других способов влиять и давать Россию. И это в первую очередь финансовывает. — Напомню также, что встречались представители уже нового правительства, тогда их называли представители теневого правительства, и Джон Хилли, и Дэвид Лэммиф. Были еще вот буквально пару месяцев тому назад в Украине, тогда было представлено несколько пунктов. После встречи пять пунктов поддержки Украины базируются на военной поддержке, дипломатических контактах, борьбе с российской агрессией, развитии промышленности и помощи в восстановлении. Уже глава Министерства иностранных дел Британии Дэвид Лэммиф сказал, что обязательства следующего лейбористского правительства перед Украиной будут железными. Европейская безопасность будет первоочередным внешним и оборонным приоритетом нового правительства. Ну, в первую очередь, это популярный. Британские избиратели поддерживают Украину и считают, что это в интересах Британии поддерживать Украину. То есть это моральная позиция. То есть люди смотрят на Путина, они видят второй Гитлера. Для британцев это сильная ситуация. Украина сегодняшний день сильно запоминала британские позиции 40-го года, когда Британия стала один против Гитлера. И весь мир спекулировал, будет ли Британия сдаваться, будет ли Британия идти на какой-то там компромиссный мир с Гитлером. И Винстон Черчилл сказал, нет, мы будем дальше воевать. Мы будем воевать на улицах, на плащ, в горы, в городе и так далее, и так далее. То есть эта позиция Украины сегодняшний день очень сильно вспоминает британские люди, их история именно там 80 лет назад. Это первая позиция. Вторая, Британия всегда в своей истории, всегда воевала против какой-либо европейский власть, который хотел доминировать континент. Если это был король 14-го, если это был испанский король в 17-м веке, в 16-м веке, если это был Наполеон, и в том числе Гитлера. То есть они вижут такой же потенциальный тиран у Путина и понимают, что в британских интересах, чтобы такой тиран не победил. И что Европа стал, как он сейчас есть, демократическая общая территория. И в третьей позиции, почему Британия поддерживает Украину, это связано с Брекзит. То есть Брекзит для Британии был достаточно большой эксперимент, скажем так. И очень много людей, которые были против Брекзита, сказали, что вот из-за этого глупости мы будем потерять все наши влияния на мировой сена. Британия станет страной второй ряд, он уже не будет такой влиятельной, как он был, и он потеряет свой статус. Поэтому вот сейчас в плане борьбы против русской агрессии, против путинского империализма, Британия есть возможность и так использовать такую возможность, чтобы показывать весь мир, что все-таки Британия осталась такая влиятельная страна, которая имеет влияние на мировой сена, которая защищает западный мир и защищает сервисный демократический мир. Напомню нашим зрителям, в контексте этого столетнего соглашения, которое анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, еще в мае этого года Дэвид Кэмерон, на тот момент министр иностранных дел Соединенного Королевства, приезжал в Киев как раз для цели переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, обозначение ключевых, я так понимаю, точек в этом столетнем соглашении. Прошло несколько месяцев, поменялось правительство. По вашему мнению, поменялось ли наполнение, скажем так, этого столетнего сотрудничества? На тот момент, напомню, стороны договаривались о сотрудничестве в плане военном, естественно, культурном, в плане науки и технологий, торговли и прочим. Какие сейчас главные, наверное, краски этого столетнего соглашения будут уже с новым правительством? Ну, в глобальном ничего не изменилось. Конечно, могут быть какие-то другие акценты, здесь или там, даже если речь идет по поводу каких-то там, ну, не главные аспекты этого сотрудничества, там, например, в сфере социального сфера, может быть, или культурного сфера. Но в целом, то, что касается сотрудничества в сфере безопасности, в сфере европейской безопасности, конечно, здесь все железное и ничего не изменить не будет. Не Украина и новые правительства, в том числе и в Британии. Это, конечно, это ключевые интересы для Британии, для внешней политики Британии. И то, что касается конкретной детали этого соглашения, ну, можно обсуждать, но в целом ничего не изменилось, и я предполагаю, что ничего измениться не будет. Если рассмотреть один из приоритетных пунктов этого столетнего соглашения оборона и безопасность, по вашему мнению, что должно быть на практическом смысле выписано вот под этим пунктом, грубо говоря, оборона и безопасность, двоеточие, и ряд определенных, я так понимаю, предложений в этих рамках? Ну, я думаю, сейчас приоритетов, это, в первых, это подаст Украина, чем больше оружия, чем лучше, чем быстрее, это понятно всем, но это так можно сказать про любое партнер Украины. Британия мы уже видели в последние два с половиной года. Британия часто был пионер, пионер или там лидер, скажем так, который создал пример для других. То есть Британия первая, которая дал противотанковое оружие, там, в январь 22-го. Британия первая, которая дал всевременные танки в Украине, там, в январь 23-го. Британия первая дала Украине крылья ракетов, там, в мае 23-го года. И в этом году Британия первая, которая дала зеленый свет, откровенность, для использования их оружия, именно на территории Русской Федерации. То есть Британия достаточно часто в этой войне показывала, дал пример других стран, и перешел какие-то, как называемые, красные линии Руссии, и показывал, что все-таки здесь нет никакой красной линии для Руссии, и ничего не происходит, когда переходят эти абстрактные красные линии, скажем так. Поэтому я думаю, что сейчас главное, чтобы Британия продолжала в таком же дух, дала Украине еще новые категории оружия и техники, и, конечно, чтобы побольше и почаще, но вот чтобы создала пример для других, и показывала, что не надо быть бою с эскалацией, не надо держать себя в руках, как много западных сейчас людей делают, из-за какой-то страх, абстрактный страх по поводу России, потому что все-таки так никто выиграть, никакой войны не будет, война не выиграет от страха, война выиграет от хребрости и верных шагов. И это то, что Британия показывала последние два с половиной года, и они должны продолжаться в таком же духе. Еще один аспект сотрудничества между Британией и Украиной, наверное, этот пункт может быть включен каким-то образом в это 100-летнее соглашение, это российские активы на территории Соединенного Королевства. Правительство местное никогда не говорило точную сумму, по крайней мере, я не могу вспомнить того, сколько денег российских заморожено на территории Великобритании, но есть от Форбс такая информация о том, что 18 миллиардов фунтов это частные активы, 26 миллиардов фунтов плюс-минус это непосредственно активы российского Центробанка. Логичным шагом в контексте вот этого близких взаимоотношений является, наверное, передача финансов непосредственно Украине, российских. Я напомню нашим зрителям, что Лондон, столицу, называют часто Лондонград. Из-за такого массового засилия российских олигархов полюбили вот россияне, почему-то не Москву, не Питер, Екатеринбург или другие города, свои родины полюбили именно Лондон, где строили особняки, развивали бизнес, покупали футбольные команды, уже так не получается, но тем не менее вкладывались, инвестировали и прочее. Логичным шагом выглядит передача Украине этих активов, да, но решится ли на это британское новое правительство? Они выбрали Лондон, потому что это место, где любой человек, из любой точки в мире могут привезти свои деньги и положить его безопасно. И эти деньги идут из России, в том числе из арабских, из Китая, из Африки, по весьме, то есть если британское правительство начинает сейчас заморозить деньги, которые положили одиночные не русские правительства, но именно гражданинам России, которые лежат в разных форматах Британии, то есть это, конечно, могут стать как прецедент для других. И даже если они не про прямой опасности, другие люди, которые это увижу, могут передумать по поводу их решения оставить все их собственности, их деньги и их богатства в Британии. Поэтому здесь речь идет не только по поводу британских отношений к России или к Украине, или к русской войне в Украине, но это в целом британские стратегии и отношения к много разным партнерам по весьме. То есть не факт, я не исключаю, я не говорю, что однозначно ничего не будет. Возможно, что это будет, но это будет достаточно тонкий переговоров все игроки и все участники в этом процессе. Тут нужно заметить, что Великобритания не обременена законодательством Европейского Союза после Брексит. Непосредственно есть ряд международных договоров, такая как Конвенция Европейская о защите прав и свобод, по-моему, так называется, прав человека основных свобод. Это международный документ, который подписывают, есть подписанты определенных государств, и Великобритания является в том числе частью этого документа. Но той бюрократии, которая есть в Европейском Союзе, которая мешает напрямую конфисковать условные 300 миллиардов евро, передать их Украине, в Британии нет. Соответственно, это может быть довольно вот этот смелый шаг. Но пойдет ли на него, как вы видите, новое британское правительство, которое вот только-только начинает свою работу и сотрудничество с Украиной и с своими партнерами из Европейского Союза и Штаты, в том числе, не забываем? Да, ну, абсолютно правильно. То есть, возможности есть. Вот здесь никакой бюрократический процесс не остановит этого. Технически это полно невозможно. Вопрос здесь политический, чистый политический. Выгодны ли Лавритания составлять такой прецедент, когда весь мир и все, грубо говоря, все диктаторы весь мир, все авторитарийские режимы, все коррупционеры, все люди, которые положили свои деньги в Лондон, им надо этого увидеть. Они как будут реагировать, когда они это увидят? Они не увозят свои деньги из Лондона. То есть, это вопрос. Надо вопрос, как это можно сделать, чтобы было меньше всего паника и меньше всего негативное влияние, чтобы это не сильно влияло на общую позицию Лондона, который был уже сердцем в финансовой мире уже 200 лет, и потерять этого за одна война, даже ключевая война Европы, как мы сейчас видим в Украине, я думаю, вряд ли будет. Поэтому финансовая система, которая есть в Лондоне, он выжил в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Холодной войне, Британские империи, другие империи и так далее, и так далее. Поэтому надо понять, что мы говорим здесь по поводу достаточно грандиозного объема денег и интересов, и решить этот проблем не делая одна переговора, или одна решение, а одна премьер-министра. Это будет достаточно глиний процесс, но это будет чистый политический процесс. Мы не говорим здесь по поводу бюрократии или какой-то Евросоюз, мы говорим чисто по поводу политических интересов британских правительств и британские экономики. Еще один аспект – это поддержка Великобритании и пути Украины в НАТО. Еще в июне этого года Детелограф писал о том, что между Вашингтоном и Лондоном возникли, скажем так, определенные проблемы, не ссоры точно, но такие дискуссии в отношении пути Украины в Североатлантический альянс. Тогда, по мнению журналистов Детелограф, представители Соединенного Королевства говорили, поддерживали позицию многих стран Европейского Союза о том, что необходимо Украине дать конкретные формулировки практически, в каком случае, где и когда, и какие шаги для этого нужны, Украина станет полноправным членом НАТО. В Вашингтоне придерживались других формулировок, скажем так, сейчас не о них, собственно. С новым правительством, как вы видите, будет ли меняться концепция поддержки членства Украины в Североатлантическом альянсе, и в какую сторону? В позитивную, негативную? Ну, они уже откровенно сказали, что они поддерживают Украину в НАТОвский альянс, и они будут продолжаться поддерживать Украину. То есть, более и меньше, чем предыдущие правительства, сложно сказать пока, но я предполагаю, что еще больше будет поддерживать. Будет это влиять на процесс, но пока нет. Конечно, НАТО есть 32 разные страны, и каждая страна имеет свой голос. Но мы, конечно, не все ровные, и не все одинаково громкие голосов. Это понятно всем. И пока мы слышим из Америки, что они против. Германия против. Франция, позиция там неоднозначная, но, скорее всего, против. То есть, Британия – это единственная из ключевых, там, 4-5 самых больших стран, или самая влиятельная страна НАТО, которые говорят и откровенно, да, мы хотим видеть Украину в НАТО. То есть, конечно, это очень положительная для Украины, это позитивная позиция, но это не решающая позиция. Понятно, что Британия здесь решает сам ничего, но они, конечно, будут влиять на других стран, и это будет мотивировать, и которые также поддержат Украину, тоже поднять свой голос. Но посмотрим, что будет в следующем неделе. Мы уже видим это достаточно быстро, через пару дней. НАТОвский соммит в Вашингтоне начинается в вторник, он будет длиться три дня, и там мы будем, я уверен, слышать от Кирис Таума, новый премьер-министр Британии, что Британия поддерживает Украину в НАТО, и Британия просит всех других членов НАТО передумать их позиции и понимать, что НАТО без Украины, это значит Европа без стабильности и без беспокойства, и без безопасности. Еще один пункт, он не касается напрямую Украины, хотя может быть косвенно каким-то образом, это взаимоотношения Великобритании Европейского Союза. Представитель, новый уже министр иностранных дел Великобритании, Дэвид Лэмми, говорил о перезагрузке этих самых взаимоотношений. Дойчу Вэлла в своей аналитике, о том, как Кир Стармер будет подходить в целом к отношениям с Европейским Союзом, учитывает, что будет очень тяжело, скажем так, восстановить экономику Великобритании без сближения с Европейским Союзом. Опять-таки, вспоминая прошлый опыт Брексит. Питер, по вашему мнению, что значит это в практическом смысле сближение с Европейским Союзом? Ряд экспертов говорят о том, что, может, и Брексит тот уже стоит вернуть обратно, скажем так, отменить, и вернуть Соединенное Королевство в Европейский Союз? Ну, это никогда не будет. Никто никогда не будет изменить Брексит, хотя бы это поколение. То есть, возможно, через 20 лет это будет реальный переговор. Но пока Евросоюз, никто в Евросоюз обратно взять Британию не собирается. Зачем они это будут сделать? Британия уже создала сколько проблем, сколько дискомфорт, сколько дестабилизация. Они что, возьмут обратно, чтобы это бы повторилось через 10 лет. Это исключение. Это исключено. То есть, Брексит это есть, и Брексит это будет. Брексит это все. Но вернется к такому же экономическому отношению, как было, когда Британия была в Евросоюзе, это возможно. Не может быть на 100%, но хотя бы там на 60-70%. То есть, это значит, что Британия должна самостоятельно принимать разные европейские законодательства, разные европейские регуляции и бюрократические процедуры, и самостоятельно их принимать, так же, как Норвегия сделают, так же, как Швейцария сделают, и в том числе, так же, как сейчас Украина делают. Они должны это сделать. То есть, они будут фактически иметь, ну, опять же, не полностью, но там какой-то там половины или 75% преимущества из-за членства Евросоюза, кроме сам членства Евросоюза. То есть, у них не будет голос в Евросоюз. Они могут влиять на будущее или политики Евросоюза. Но чтобы получить экономические преимущества из-за приближения Евросоюза, они будут обязаны принимать такие же законодательства и регуляции, которые были причиной официальной хотя бы, на самом деле, для начала, для Брэнзита. Питер, в конце, один только вопрос. СМИ, средства массовой информации, украинские, пишут о том, что уже с 10 июля бывший главком Силы обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Валерий Федорович Залужный начнет свою работу украинским послом Великобритании. Когда эта информация только появлялась, было еще другое правительство, давайте так, другой министр обороны Великобритании, были люди, с которыми Валерий Залужный непосредственно общался и работал, как еще главком Вооруженных сил Украины. У Великобритании новый министр иностранных дел, новый министр обороны и, скажем так, взаимоотношения их с господином Залужным абсолютно новые, абсолютно другие. После этого назначения, как вы, в принципе, видите перспективу такого назначения и перспективу взаимоотношений уже нового посла Великобритании от Украины и нового правительства? Ну, пан Залужный будет общаться в первую очередь с военными, не с политиками. Поэтому военными никто не изменился, никто не... новый там нет, это все старые и все прекрасно. То есть, отношения уже есть на место и они будут продолжаться. Нашего министра обороны и его команда это все не военные люди, это люди из политики, они не профессиональные военные и они будут слышать своих специалистов из военных сфер. То есть, они будут слышать то, что говорят тех людей, которые будут напрямую общаться с посолом Залужный. То есть, Залужный будет иметь все возможности и, конечно, у него есть достаточно большая репутация, его знают в Британии, может быть, не каждый гражданин Британии знает, кто такой Залужный, но политики его все знают и, конечно, когда они слушают то, что он сделал за первые два года войны и то, что он все его победы и все его действия в времени войны, конечно, это будет открывать все двери в Британии. Но главные отношения, повторяю, это не будет с политиками, это будет с военными. Он там был отправлен, чтобы укреплять отношения военные сотрудничества между Британией и Украиной, и он будет это прекрасно сделать, я уверен. Питер, спасибо вам огромное за участие в эфире Freedom, всегда вам тут рады. Напомню, что Питер Диккинсон был с нами на связи, редактор украинской службы Atlantic Council, издатель журнала Business Ukraine и Lviv Today. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.